Что боятся номеров? Хотелось бы, вы знаете, сразу ответить так. Мы боимся не номеров. Мы боимся греха. Боимся оскорбить Бога. Вот что самое главное. Общеизвестно для каждого православного христианина, что оккультный сатанинский символ притягивает к себе демонов. И ИНН, в котором нарочно присутствует сатанинская символика. И, соответственно, новый паспорт, где всё это введено, эта сатанинская символика, на виньетках, в уголке каждой страницы. И все последующие ей документы, они эту сатанинскую символику имеют. Одно дело, когда какой-то случайный номер, даже 666, номер книги, номер, например, странички в книге, или номер километра на дороге, это одно. Но если этот номер вводится оккультными сатанинскими силами, нарочно вводится, если он навязывается человеку, человек принимает это добровольно, то этот сатанинский номер, он уже притягивает на этого человека демонскую силу. Вот что главное понять. Чем отличается простой номер? Этот номер введён именно в коды сатанинскими антихристианскими силами. И когда человек его принимает, то эта мерзость, она уже притягивает человеку демонов. Как матершинник, который ругается матом, на него демоны летят, как мухи на навоз, как магнит притягивает гвозди. Также матершинник притягивает к себе бесов, не только к себе, но своё тело, на свои души, в своё сердце, в свою семью он воздух даже оскверняет. То же самое человек, который принимает эту мерзость. Потому что эта мерзость введена нарочно, введена для осквернения. И человек всё-таки принимает её добровольно. Дьяволу нужен грех. Нужны свободные воли из явления. Где нет свободы, там у него как бы выгоды нет, у демонов. Ему нужен грех, чтобы сам человек захотел, сам попросил. Вот когда вводили ННН, именно для этого и ввели вот эту систему, заполни анкету и распишись, пожалуйста. Дьяволу нужен грех. Вот что главное понять. И человек так или иначе, постепенно или сразу ли, он согрешает. Про все вот эти документы, это он когда сказал. Когда их вообще не было. Вообще не было. И вдруг он говорит, что будут микросхемы. И что их уже в роддомах. При советской власти детям под кожу в Москве, он сказал. Тайны от родителей уже стали. Ой, ужас. А потом, говорит, они вырастут, будут банкирами, правителями, очень умными, очень молодыми. А родители даже не знают, что это чипированные дети. С микросхемой. Он чипами не называл, он так и назвал микросхемой. Я говорю, какая микросхема, Славочка? Ну что ты говоришь, вот тут, какую-то ерунду. А он мне сказал, такая, говорит, маленькая микросхемочка. Он, может, что будет. И он, знаете, как сравнил людей, которые все это получат. Он сказал, говорит, мамочка, есть такие куколки. От этих куколок много-много ниточек идет. И вот дьявол за какую ниточку дернет, то куколка и делать будет. Вот так вот Славочка сравнил. Кстати, да, вспомнила, да. Он сказал. То есть это практикуется тайно и давно. А когда будут ставить всем людям, то, как я поняла Славочку, люди перестанут быть людьми. Как он говорил о тех людях, которые примут это? Что они будут злые, они готовы будут разорвать друг друга. Настолько они будут злые. Для них будет уже ничего святого, для них не будет. Для них будет уже все. Потом останется только после этого биочипа поставить печать. Славочка сказал, как будет ставиться печать. Они придумают мировой паспорт. Будут давать его всем. Это будет маленькая, серенькая. И Славочка сказал, очень симпатичная пластиночка. И когда люди будут за этим паспортом мировым протягивать руку, как правило, правую, то аппаратура будет рассчитана так, что человек или правую руку тянет за паспортом, или подставляет лоб, наклоняется. Где как он будет? Сказал. Где какая обстановка? Будут выдавать же по всей стране, по всей земле. И он сказал, что, как правило, на правую руку, в области запястья будут ставить три шестерки изотопами, лучами от этой аппаратуры или на лоб. И Славочка сказал, принявших печать вот такую, то есть тянутся они рукой за мировым паспортом, им в это время ставят печать. Три циферки, три маленькие шестерочки. На лоб или на правую руку. И Славочка сказал, Бог никого не простит. Мне один священник сказал, ну мы оправдаемся. Я говорю, батюшка, это ты сказал. А Славочка сказал, Бог никого не простит. Из принявших печать вообще никого. Вот таким вот образом будут поставлены печати. И Славочка сказал, что потом пройдет какое-то время, и люди начнут челками прикрывать свой лоб, станут носить длинные рукава, потому что проснутся однажды, а у них три циферки на лбу светятся зеленоватым цветом. И Славочка сказал, как вот электронные часы, как табло, вот таким красивым зеленоватым цветом светятся три шестерки. И поэтому люди будут прикрывать или челками, или длинной рубашечкой. А потом посмотрят, один открыто несет эту печать, второй открыто носит эту печать, и перестанут стесняться. Поначалу они просто, еще будет совесть, и они как-то будут стесняться, сказал Слава. А потом они перестанут стыдиться, и открыто станут носить печать Антихриста. Слово «паспорт» знакомо каждому. Термин «универсальная электронная карта» известен гораздо меньше. Задача правительства на ближайшие несколько лет – сделать электронный паспорт таким, или почти таким же привычным, как паспорт бумажный. Мэр Москвы, дававший пояснение Дмитрию Медведеву на эту тему, мечтает объединить в кусочки пластика с чипом сразу несколько удостоверений. Было бы хорошо, если бы было еще и водительским удостоверением. Сегодня гражданин за водительское удостоверение платит 1400 рублей, а эта карта стоит 250, в лучшем случае, та, которая будет. Если это будет еще и водительским удостоверением, то она тогда, конечно, будет не менее ценным средством идентификации, чем паспорт. Среди приложений универсальной карты, число которых будет только увеличиваться, база данных пенсионного фонда, полис обязательного медицинского страхования, транспортное приложение, позволяющее оплачивать проезд в общественном транспорте или подтверждать право льготников на бесплатный проезд. Сергей Собянин предложил добавить туда же и базу данных по обязательному автострахованию – ОСАГО. Загвоздка пока в новом русском чипе для универсальных карт. Нужен такой, чтобы соответствовал отечественным требованиям по шифрованию данных, и в то же время был сертифицирован по западным стандартам. Наш родной чип будет готов не раньше, чем в марте, плюс год-полтора на сертификацию. Вот как поступим. Ждать, пока создадут наш чип, не будем. Потому что иначе его никогда не создадут. Внедрите с иностранным чипом. Как только будет создан наш чип, проведем переинсталляцию этого чипа и перевыпустим эти карты, никаких проблем это не создаст. Многие современные пастыри успокаивают народ Божий. Люди задают им вопросы. Батюшка, можно ли принимать ИНН? Можно ли брать паспорта с биочипами? Можно ли принимать смарт-карту с тремя шестерками и личным номером? Батюшки начинают успокаивать народ. Говорят, можно брать, ничего не бойтесь. Внешне и внутренне не вредит. А вот хотелось бы задать им такой вопрос. А кто вам сказал об этом? Может быть, вы имеете об этом откровение от Господа Бога? Вот праведный отрок Вячеслав почти 20 лет назад имел откровение от Господа, что ничего этого принимать нельзя. А откуда тогда наши горе-пастыри так говорят? Может быть, кто им открыл? Вот отрок говорил, что нельзя этого брать. А почему же наши горе-пастыри говорят, что может? Почему они так говорят? Вот почему в народе таких горе-пастырей и таких горе-богословов называют закройщиками. Что им закажут, то они и сошьют. Какое платье им закажут, такое платье они и скроют. Что им закажут, то они и набогословствуют и забывают, что придется отвечать перед Господом, отвечать за соблазн и ложь в своей пастве. Вот что самое страшное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, отец Дмитрий. Да, слушаю. Это звонит Драбожий Сергий из Алматы, Алматинской области. Я хотел бы задать такой вопрос о номерах ИНН, которые в России введены и РНН, которые в Казахстане введены. О пластиковых документах, которые в будущем будут вводиться. Многие священники по-разному трактуют этот вопрос. Я знаю, а что вас интересует? Какой вопрос? Ну вот, как относится церковь насчет введения вот этих документов? А ведь, понимаете, есть же документы, изданные Священным Синодом Русской Православной Церкви. Вы можете вполне к ним обратиться, они опубликованы на сайте Московской Патриархии. Это мнение священначали. Каждый христианин, он должен быть послушан своей иерархии. Тогда у него все вопросы отпадут. Поэтому, если какие-то священники выражают иное мнение, то, значит, они сопротивляются иерархии. Поэтому подлежат уже церковным прещениям. Потому что церковь, она должна быть единомысленна. Вот. Мы должны быть обязательно единомысленны. Поэтому это есть инструмент, с помощью которого государство вводит новые технологии. Разумеется, когда придет антихрист и будет единое государство во всем мире, и это государство будет антихристианское, ну, конечно, антихрист будет использовать новые технологии. Понимаете? И то же телевидение, которое мы сейчас используем, будет использовать антихрист. И пластики, и чипы, и интернет, и цифру. Все будет, а может быть, еще новые технологии будут разработаны. Мы же не знаем, когда будет конец света. Поэтому на этот счет не стоит беспокоиться. Иерархия настражена. Не надо думать, что только православные миряне обеспокоены этим процессом. Иерархия настражена. Иерархия настражена. Дорогие братья и сестры, Слава сказал, что ради выгоды, ради богатства человек предает Бога, и если даже кто-то дерзает благословлять их принимать все эти номера, Слава сказал, четко и ясно, Бог никого не простит. Нельзя этого делать. Нельзя принимать сатанинские номера. Он так и сказал, Бог никого не простит. Число 666 это не просто оккультный символ. Он взят из Священного Писания, из Святой Библии. Вот что важно понять. Вот, например, Пятиконечная звезда, другие символы. Это символы, которые в разные времена имели разный смысл, их наполняли разными смыслами. Но 666 это явно сказано в Священном Писании, что это символ противника Бога. Это все читали, все это знают. Уже хотя бы даже это должно вызвать отторжение. Этого быть не должно. Мы боимся не цифр и даже не этого числа. Мы боимся Бога, боимся оскорбить Господа. Оскорбить Господа можно не только душой, но и телом. Всем можно оскорбить. Поэтому мы боимся не на миров, мы боимся согрешить, чтобы не отпасть от Бога. не на мирове. Оскорбить Господа не на мирове.